Протекающая крыша и проблемы с отоплением. В таком состоянии администрация города Димитровграда приняла несколько лет назад многоквартирный дом, построенный в том числе и для детей-сирот. Наиболее ощутимыми для жильцов стали проблемы с водоотведением. Из-за прорыва канализации и, как следствие, затопленного подвала и неприятного запаха, условия здесь стали невыносимыми. За свои действия нерадивый застройщик ответил в суде. Признаны виновны в совершении преступления, предусмотренном частью 3 статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Помимо штрафа директора организации заставили исправить свои ошибки и привести в порядок канализацию. В настоящее время неполадки устранили, но прокуроры считают, что назначенное наказание должно быть более строгим. В настоящее время прокуратуре области внесено апелляционное представление, в котором в том числе выражено несогласие с назначением такого мягкого наказания. По мнению гособвинителей, справедливым наказанием за многочисленные страдания жильцов будет лишение свободы горе застройщика сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Предварительно судьба обвиняемого должна решиться этой весной. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ